Ребят, всем привет, меня зовут Сергей Фремов, я кью-инженер, тестировщик, живу и работаю в Калифорнии, а также являюсь автором преподавателем нашего курса кью-силикон-вэля. Это онлайн-курс, мы учим на тестировщиках, все онлайн, никуда здесь не нужно, и вы можете учиться с мужем-женой за одну цену. У нас недавно стартовал осенний курс, и вы еще можете присоединиться к текущей группе. И таким образом, до конца этого года вы получите специальность кью-тестировщика, manual automation, смотря на какой факультет вы пойдете, и будете уже оплатиться на работу и получать хорошую зарплату. Какую зарплату, какие работы, вот в этом выпуске я вам сегодня и расскажу. Мы рассмотрим рынок Америки, России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана. Соответственно, посмотрим, какие работы предлагаются на том рынке и сколько за них платят. Окей, поехали. Итак, ребят, на сегодняшний день на сайте LinkedIn по запросу quality assurance в Соединенных Штатах 238 тысяч открытых вакансий. Если набрать GameTester, что также тестировщик, у нас еще 343 тысячи открытых вакансий. Если посмотреть Hardware Test Engineer, что тоже тестировщик, еще 346 тысяч открытых вакансий. Если перейти на сайт Jubbal, такой агрегатор вакансий в США, он собирает с других сайтов вакансия. Вот для тестировщиков сейчас открыто более полумиллиона вакансий, 562 тысячи. На рынке России на сайте Headhunter по запросу tester почти 4 тысячи открытых вакансий. И по запросу тестировщик по еще почти 3400 вакансий. И также еще немножко вакансий на сайте SuperJog, 124 вакансий. На рынке Украины по запросу QA 1217 вакансий. На рынке Белоруссии на сайте Headhunter 167 вакансий. И на сайте работа BYU еще 140 вакансий. Рынок Казахстана на сайте Jubbal 144 вакансия. И на сайте Headhunter еще 138 открытых вакансий. И рынок Узбекистана 49 вакансий на сайте Jubbal. И ровно столько же 49 вакансий на сайте Headhunter. Теперь вернемся к Америке и посмотрим, какие есть вакансии, сколько за них платят. Вот, например, вот здесь. Это калифорнийская компания. Она называется Cluster. И они предлагают за вакансию тест-инженера от 80 до 100 тысяч долларов. Это считается небольшая зарплата в Киеве. В принципе, такая зарплата даже у мануальных инженеров может быть. Дальше тоже калифорнийская вакансия от 90 до 110 тысяч долларов. Три дня назад была опубликована, всего лишь два аппликанта было. Еще одна вакансия в Калифорнии от 100 до 140 тысяч долларов. Тоже вакансия в Калифорнии, компания Philips, они предлагают от 100 до 140 тысяч долларов. И компания Apple Купертино Калифорния предлагает от 116 до 200 тысяч долларов. Причем, ребят, это не менеджерская вакансия, это тестировщик. То есть тестировщик сейчас может получать не только в компании Apple, но в том числе и в компании Apple до 200 тысяч долларов в год. Если хотите узнать месячную зарплату, просто разделите на 12, вы столько будете получать в месяц. Теперь давайте посмотрим на рынок России. Сколько платят тестировщиков на рынке России? Вот тут есть несколько вакансий от Headhunter, они, в принципе, круглый год набирают, они платят от 200 тысяч рублей в месяц. Если на американском рынке это годовые вакансии, годовые зарплаты были, то здесь месячная зарплата указана. Вот 200 тысяч в месяц, точнее говоря, от 200 тысяч рублей в месяц. Еще такая же вот в Сочи вакансия. Причем можно работать из дома. Пара вакансий в Москве от Headhunter. Вот смотрите, можно работать из дома, компания находится в Турции, набирает на рынке России. От 2000 долларов они платят. Вот здесь в Санкт-Петербурге платят до 240 тысяч рублей в месяц. В Москве компания Comtec платит до 6500 долларов в месяц. Конечно, ребят, есть вот такие вакансии за 300 тысяч рублей, но зачем на нее идти, когда есть вот такая вакансия? Хотя, с другой стороны, вот эта вакансия предусматривает тестировщик мобильных игр удаленно. Скорее всего, вы из дома просто будете играть в мобильную игру на своем телефоне или мобильном девайсе и получать 30 тысяч рублей за это. По-моему, неплохо. Еще две вакансии. Одна в Пензе от 100 тысяч рублей и одна в Тбилиси от 2000 долларов в месяц платят. Давайте теперь на рынке Украины отсортируем по зарплате те вакансии, где указана зарплата. В гривнах я вам не скажу, сколько это, но вот в евро я понимаю. Мануальному тестировщику могут платить до 5000 евро. У нас курс Мэнл, ребят, стоит в 2,5 раза дешевле, чем у вас будет месячная зарплата. Причем вы у нас на курсе можете с мужем и женой учиться за одну цену. И еще раз скажу, это удаленно. Вы у нас учитесь прямо из дома, никуда не нужно ездить, ходить на уроки. Вы просто подключаетесь к трансляции и учитесь таким образом в прямом эфире. Смотрите, Junior Key Мэнл инженеру платят до 1200 долларов в месяц. Еще такая же вакансия Мэнл Ки 1500 долларов в месяц. Вот Мидл Ки, Мидл, кстати, можно за год дорасти, 4500 евро в месяц. Мэнл Тестер 2100 евро в месяц. Здесь, скорее всего, указана годовая зарплата. А, ну да, вот написано годовая. Значит, от 25 до 37 тысяч евро в год вы можете получать как Мэнл Ки Инженер. Рынок Беларуси тоже отсортируем по зарплате, потому что не всегда указывают зарплату. А вот Ки Инженер может в Минске получать от 1500 евро в месяц. Здесь Минский Автомейшн Ки Инженер может получать от 2500 долларов в месяц. Еще вакансия от 1000 евро в месяц. И здесь вот пара вакансий, да, до 1500 долларов в месяц. Рынок Казахстана. Давайте тоже отсортируем по зарплате. Это местная валюта тенге. Я не скажу, какой курс. Ну вот, ребят, смотрите, 100 тысяч тенге до 700 тысяч тенге. 100 тысяч тенге, 350 тысяч тенге. Это месячная зарплата. Тут вот 550 тысяч тенге, 250 тысяч тенге. Ну вот в долларах я вам уже скажу, да, от 1500 до 3000 долларов в месяц вы можете получать в Алматы. Два дня назад опубликована эта вакансия. И рынок Узбекистана тоже отсортируем по зарплате, ребят. Смотрите, в Ташкенте вы можете получать до 3000 долларов в месяц. Как Ки Автомейшн Инженер. То, чему мы учим на нашем курсе Автомейшн. Вы можете учиться, кстати, и на курсе Manual, или на курсе Автомейшн со своим мужем или женой за одну цену. Ну вот еще пара вакансий есть. 8 миллионов сумм можете в месяц получать. Окей, ребят, что мы увидели на рынке? Если брать отдельное количество вакансий по каждой специальности, там, например, Quality Assurance, или Game Tester, или Hardware Test Engineer, да, то на каждой из этой вакансий где-то около порядка 300 тысяч открытых вакансий. Плюс-минус. Где-то больше, где-то меньше. Но если брать рынок США, то здесь более полумиллиона открытых вакансий. Их не заполнили еще. Это нужны тестировщики на эти вакансии. Поэтому тестировщикам столько платят. Плюс еще какой будет, ребят, кто собрался сейчас идти к нам на курс, вы еще можете записаться на текущий курс. Вы получаете специальность в этом году. И к концу года стабильно уже компания к концу года будет нанимать. Очень сильно будет нанимать. И, кстати, в январе тоже. Потому что всех не наймут до конца года, а еще бум будет в январе. Поэтому вы попадаете вот под эту большую волну найма. То есть я вам советую, если вы хотите подождать, например, до следующего курса, этого не делать, идите на этот курс сейчас, который идет. Вы успеете догнать этот курс, если хотите. Если не хотите догонять, можете в своем ритме спокойно учиться, и все. Получайте в этом году специальность тестировщика Manually Automation, смотря на какой курс вы пойдете. И уже к концу года сможете оплатиться на вакансии. По зарплате вы видели, да? Потребность огромная, зарплаты тоже огромные. А еще под конец года будет очень хорошо занимать компанию. Окей, ребят, вы, кстати, можете посмотреть бесплатные вводные уроки на нашем сайте. Заходите, ссылка в описании, а также вот здесь вот внизу экрана увидите URL нашего сайта. Переходите, посмотрите бесплатные первые два вводных урока. Там почти 5 часов видео. Если понравится, приходите, записывайтесь на курс. Еще раз скажу, с мужем и женой вы можете за одну цену учиться. Окей, ребят, был рад с вами пообщаться. И до встречи на курсе. Всем пока.